задали вопрос мне показался интересным и надо его разобрать досконально чем отличается духовное блаженство от обычного кайфа ну шикарный же вопрос кайфовый слово кайф появилась в нашем языке русском около 200 лет назад оно пришло из арабского и вот кайф означает состояние такого расслабленного безделья где тебе очень очень душевно хорошо такой полный релакс и очень очень кайфово кайф это когда ты получил удовольствие и достиг в результате этого удовольствия достиг состояние расслабления вот этот кайф если это удовольствие получаешь но расслабление ты при этом не получаешь это не кайф тот у кого огромные желания становится бедняком этот кто удовлетворен своей душе кто из них беден кто богат вот здесь вот и есть различие между кайфом и блаженство и Субтитры подогнал «Симон» Все объекты, они рано или поздно надоедают. Это природа физических удовольствий, это природа всех физических вещей. Тот, чьи желания огромны, становится бедняком. Если удовлетворенность достигнута без удовлетворения желания, это лучше. Поэтому духовное блаженство – это то, что длится вечно, и оно не зависит от никаких деформаций в разуме. И оно зависит от внутренней удовлетворенности. Поэтому духовный искатель бежит не за желаниями, он работает над тем, чтобы достичь удовлетворенности. И здесь есть очень-очень интересный парадокс. И парадокс в том, что состояние счастья зависит от самоограничения. Чем больше ты научился жить, довольствоваться минимумом, тем больше в тебе будет кайфа, тем больше в тебе будет счастья. И даже не надо ждать до неба, до рая. Даже прямо сейчас, как праведник в раю, ты будешь кайфовать. Субтитры создавал DimaTorzok